Друзья, всем привет! Сегодня хочу показать вам несколько советов и одну простую, но крайне эффективную самоделку. Начнем с советов. Когда я утеплял дом пенополистиролом, то резал его вот таким, можно сказать, канцелярским ножом. Работать им вроде хорошо, но он быстро тупится, а спил часто получается так, что убегает по глубине, из-за того, что нож легко гнется. Заметно это, по крайней мере, на утеплителе в 50 мм. Тогда я попробовал взять обычную ножовку. Как видите, она хорошо справляется, но острые разведенные по сторонам зубья ножовки буквально вырывают пенополистирол. И он от этого очень сильно крошится, и спил получается негладкий. Я нашел выход из этой ситуации, взяв вот такую старую ножовку, с сильно сточными зубьями, которые долго и упорно пилили пеноблоки для пристройки. Поэтому, если у вас завалялось подобное, то не спешите ее выбрасывать. Давайте проверим, как она себя покажет. Ну и как видим, в сравнении с предыдущим вариантом, это пилит практически без мусора, но также легко и просто, и спил получается гладкий. Следующий очень удобный способ резать пенополистирол, это воспользоваться лобзиком. Как видим, режет он легко и быстро, но опять куча мусора. Предлагаю доработать полотно. Лучше взять старое и ненужное. Идем к шлифовальному и немного доработаем. Основная задача убрать острые танцы и заточить по краям. Должно получиться примерно вот так. Идем пробовать. Но, как видите, получается ровно и без лишнего мусора. А так как лобзик придуман, чтобы пилить как угодно, но только не прямо, то особенно удобно им работать, если нужно утеплитель где-то врезать, подогнать или придать какую-либо форму. А теперь давайте сделаем простую, но эффективную самоделку. Для этого нам нужен брусок, и он должен быть той же толщины, что и утеплитель из пенополистирол, который вы используете. У меня пятерка, поэтому и брусок у меня пятерка. А еще нам понадобятся любые две дощечки, от которых я отпилю, в моем случае, по 240 мм. Дальше поймете, почему столько, у каждого, возможно, будет свой размер. Дальше поймете, почему столько, у каждого, возможно, будет свой размер. Немного подшлифую. И сверху по диагонали прикручиваю канцелярский нож, а точнее лезвие, саморезами с пресс-шайбой, как на видео. Один саморез в заводское отверстие, а второй на тупую сторону лезвия. Вот и все, самоделка готова. Прикручиваю ее к столу для удобства и показываю, для чего она. Для этого беру целый лист утеплителя и просто провожу через эту приспособу. На выходе получаю ровный спил, без мусора и кривизны. Я сделал так, чтобы целый лист можно было разрезать на три ровных куска, потому что у меня остался неутепленный участок стены, куда как раз нужна треть куска. И с помощью этой приспособы я сделаю это очень быстро. Как вы поняли, длину досок нужно брать подходящей именно для вашей ситуации, где нужно нарезать одинаковых кусков. А на этом на сегодня все. Вот в таком формате советов прошло сегодняшнее видео. Надеюсь, вы для себя взяли что-то полезное. Если это так, то поставьте лайк и напишите коммент, что понравилось, а что нет. И если есть еще идеи или доработки, то тоже пишите и не стесняйтесь. А также подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. А в описании под этим видео вы найдете ссылки на оснастку и инструмент, которым я пользуюсь. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.